В русском рэпе техничность это далеко не самый часто встречающийся навык. В эпоху, когда трэп и R&B во многом захватили сцену, исполнителей, умеющих быстро и технично читать, становится все меньше и меньше. Но так было не всегда. В первые годы популярности баттлов своим зубодробительным флоу спешили похвастаться чуть ли не все исполнители, но больше всех выделялся именно Bumble Bizzy. Этот артист никогда не участвовал в оффлайн баттлах, но мы уверены, что если бы он вышел в круг, то он мог бы показать достойное выступление. Bizzy пророчили стать королем русского рэпа, но сегодня о нем слышно мало. Давайте же вспомним творческий путь Антона Ватлина, а поможет нам в этом Ронни, сам продюсер, чью музыку вы слышите на фоне видео. Парень делает лучше биты по очень доступным ценам, ссылка на него будет в описании. Ну а мы перейдем к нашему рассказу про Bumble Bizzy. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка. Профессионально помогут подобрать правильный размер. А самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж в 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка в описании под видео. Начать стоит с того, что сегодня ночью Bumble Bizzy влез в новый конфликт. Нужно сказать, что в последнее время Антон в подобном замечен не был. Но раньше он очень любил бифы как с исполнителями, так и с аум-продюсерами. Сегодня же он рассказал своим подписчикам про его разногласия с Куоуком. Все дело в том, что один из подписчиков Куоука написал комментарий под постом Bumble Bizzy с предложением своему кумиру сделать фит с Антоном. И Куоук под тем же постом написал «Ну не». Все это происходило давно, но Bumble Bizzy вспомнил эту ситуацию из-за того, что об этом его спросили в серии ответов на вопросы в сториз. Также Антон показал последующую переписку с Куоуком. Их конфликт это на самом деле очень неприятная вещь, ведь в чем-то два этих исполнителя очень похожи. Они оба действительно в полном смысле слова могут называться музыкантами, ведь почти все свое свободное время они проводят на студии. Куоук и Bumble Bizzy одни из немногих артистов на нашей сцене, кто занимается продакшеном самостоятельно, без привлечения сторонних самопродюсеров. Их музыкальные таланты под сомнение оно никак не поставишь. Отсюда и вывод, их совместная работа могла бы быть очень клевой. Но, к сожалению, Куоук по каким-то причинам решил не сотрудничать с Антоном. А жаль, мог бы получиться крутой дуэт. Интересно, кстати, что Куоук находится в довольно неплохих отношениях с Локи Мином. Весь замес, как и практически в любых конфликтах с участием Локи Мина, произошел из-за политики. Bumble Bizzy высказался в том духе, что он не понимает всех тех людей, которые негативно высказываются про блогеров, снимающих рекламу выборов. По его мнению, ребята просто зарабатывают деньги, а все остальные могут только осуждать, при этом ничего не совершая. Локи Мин ответил развернутым постом, где прошелся по всем аргументам Антона. Сделано все это было в довольно эмоциональной форме. Все это происходило в 2018 году. Этот год был, наверное, одним из пиков карьеры Bizzy. Но как он к этому пришел? Давайте вспомним. Всполнитель родился 4 ноября 1994 года в городе Павлодар, расположенном в Республике Казахстан. Этот город стал родиной еще одного популярного музыканта Скриптонита. Но в отличие от него, детство Антона оказалось вполне благополучным. В 2005 семья Антона переехала в Россию в поисках перспектив и возможностей для реализации своих амбиций. Поначалу родители выбрали город Умск, но спустя 5 лет переехали в Пермь. Мальчику приходилось менять школу, но его интерес к хип-хопу оставался стабильным. В 2011 году Антон решил вплотную заняться творчеством. В этот момент появился псевдоним Bumble Bizzy. Первый альбом Ватлин выпустил в 2014 году. Твою пластинка называется «Васаби». Она получила высокую оценку среди критиков и поклонников рэп-сцены. В 2015 году в свет вышел альбом Boeing 808. Через год Антон выпустил микстейп под названием «Васаби 2». Большим успехом стала похвала от Оксимирона, чье признание оказалось авторитетным. Bumble Bizzy тогда называли «открытием отечественного рэпа». Вообще разговоры о фите Bumble Bizzy и Оксимирона ходили аж до 2018 года. За 4 года Биззи смог показать всему русскому рэпу, что его техника и флоу уникальны в игре. Понял это и Оксимирон. И очевидно, что все ждали совместки двух этих технорей. Согласитесь, что фит с Окси мог бы нехило так продвинуть вперед паренька из Перми. Но годы шли, а фит все не появлялся. И вот в интервью для афиши в 2018 году Антон ответил, что все началось с предложения от Окси сделать с ним совместный трек через пару месяцев после того, как Bumble Bizzy выступил на разогреве Мирона в Перми. Было согласовано, что Антон отдает трек на альбом Мирона, а тот в свою очередь снимает клип за свой счет. Когда пришло время писать трек, Оксимирон начал кормить завтраками в течение полугода, и в итоге все затихло. Позже Илья Мама и Мирон обращались к Bumble Bizzy с предложением поехать в тур от Booking Machine, но Антон напомнил Окси про трек, на что в ответ получил ультиматум в виде «Едешь в тур, получаешь трек». Итог тур Бизzy организовали другие люди. Далее, через некоторое время, когда все разногласия были улажены, Мирон снова предлагал дописать свой куплет на песню «Дайджест», на что получил отрицательный ответ, так как по словам Бизzy трек был полностью готов, и он не желал его как-либо переделывать. В итоге «Дайджест» стал настоящим китом и собрал немало прослушиваний. Корчи, это близкий соратник Окси, участвовал в создании альбома Bumble Bizzy «Deviant». За ним последовал сольный альбом «Рассентимент». Затем Антон снял первые видеоклипы на композиции «Кошки-мышки» и «Салютую». Нужно отметить, что Антон не просто очень технично читает, он еще и ловко использует английский язык, переплетая его с русским. Все эти эксперименты вылились в то, что Bumble Bizzy записал альбом частично на иностранном языке, вместе все с чем же «Порчи». Чуть позже, в 2017 и 2018 годах, у Антона выходят аж три работы. Все это естественно неплохо принимает за публикой. В 2018 году у Bizzy выходит довольно интересная пластинка, в названии у которой просто шесть единиц. На данный момент это самый прослушиваемый релиз от Антона. Во Вконтакте на нем почти семь миллионов стримов. Возможно, все дело в том, что на релизе есть громкие фиты с жараховым и кейс-тонером. Пристегни суши или приклеи, только не стой котлы. Скоро нас ебнет бит. Пит с Эльдаром это вообще интересная вещь, ведь ранее Бизzy не приветствовал блогеров в рэпе. Очевидно, что некоторые увидели в этом некоторое лицемерие, и вот как сам артист отвечал на вопросы по поводу неочевидной совместки. Цитаты. С одной стороны, я сам не приветствовал блогеров в рэпе, но касательно Эльдара, мы начинали читать примерно в одном возрасте, и в нем рэпа намного больше, чем во многих других рэперах, которых я знаю. У них рэп головного мозга, они в туалете рэперы, у мамы в гостях рэперы, но на треках они не настолько рэперы, насколько Эльдар Джарахов, который блогер. Он хороший пацан, мы с ним нормально проводим время, у него очень креативный взгляд на все. У меня был готов трек, я ему показал его за несколько дней до того, как мы должны были отдать его дистрибьюторам, он говорит, а я как раз написал куплет прямо на эту тему. На следующий день он дописался, и мы вклеили его парт. Вообще, на этом же релизе появляется фит с Роуксом. Роукс – это давний друг Антона, с которым они еще в школе мутили совместную группу, которую назвали Royal Flow. В 2018 году Антон и Роукс выпустят совместный альбом под названием Royal Flow, а чуть позже также рассорится, что Роукс даже напишет дисс на Баблбизи в своем треке для 17-го независимого онлайн-баттла Hip-Hop.ru. Кстати, Бизиус уделал этот баттл, что еще раз говорит нам о том, что его заслуги, как очень техничного MC, признаны всей нашей сценой. Что было дальше? Описать это можно одним словом – затворничество. Баблбизи собрал собственную студию и немного огородился от рэп-игры. Он начал работать один и выпускать релизы самостоятельно. В 2019, 2020 и 2021 у него выйдет три альбома – 2012, Nosebleed и Lazarus Syndrome. Но они уже не будут так успешны, как предыдущие альбомы Антона. Возможно, это тоже связано с тем, что Бизиус немного отстранился от всей рэп-сцены. Ты ищешь новых френдов, а только делать капусту, но когда ты слышишь, нет начин... Вот что сам он про это говорил в одном из интервью. Цитата. Почему я держусь особняком? Я очень редко пью, стараюсь и не употребляю ничего, даже сиги не курю. И мои друзья тоже. Мы извлекаем из себя вайп, потому что мы такие классные, нам для этого даже допинг не нужен. А так, в Питере все очень круто. Есть где потусить, есть с кем поработать, можно встретиться в студии, могу к себе любого в гости позвать. У меня есть все железо. У меня есть трек с Эльдаром Джараховым, мы встретились в кафешке, поехали, придумали идею, я показал ему трек. На следующий день он записал куплет, и мы приехали и свели все это очень круто. Встретились с ресторатором, пошли есть траков, пить пиво, ни слова о Версусе, мы просто можем потусить. Я приезжаю к нему в гости, он готовит стейк. Так или иначе, скиллов и влияние на индустрию от Биззи отрицать нельзя. А как вы считаете, почему сегодня Бамбл Биззи не так популярен? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про подписку на мой личный канал по ссылке в описании. Ну а вы были на канале Убивая БПМ, меня зовут Дмитрий Толшонов, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok